13 рентгенаппаратов, 5 КТ, 4 маммографа и 4 флюорографа. Всего на балансе Одинцовского округа 28 единиц так называемого тяжелого медицинского оборудования. Реализацию программы по оснащению такими аппаратами медицинских учреждений обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова. В рамках региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения в Одинцовскую областную больницу поставлять такое оборудование начали с 2014 года. Главная цель этой программы – это сделать исследования более доступными для жителей, чтобы кабинеты с тяжелым оборудованием были рядом с домом, ну и в конечном итоге сократить время ожидания, время записи. В 2022 году в подразделение Одинцовской областной больницы было поставлено 3 компьютерных томографа. В поселок горбольницы номер 45, старый городок, из Венигородское подразделение. Андрей Иванов обратил внимание на обращение жителей в социальных сетях о неработающих компьютерных томографах в тех или иных медучреждениях округа. Профильный заместитель подтвердил, что в Звенигороде были перебои работы аппарата после его монтажа и ввода в эксплуатацию. Когда его запустили в проектную мощность по исследованиям, появились некоторые поломки. И заказывали запасные части, максимально старались их поставить всеми возможными способами и устранить. Было такое, что по несколько дней аппарат действительно не работал. Но сейчас КТ-аппарат работает, исправен и исследования проводятся. Также на совещании в формате прямого включения пообщались с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым. Самая насущная проблема медицинских учреждений округа – нехватка оборудования, проводящего МРТ-исследования. На данный момент магнитно-резонансный томограф один в Одинцовской детской больнице на бульваре Любы Новоселовой. Но в 2023 году такое оборудование появится также в 45-й Звенигородской больнице и на маршала Березова в Одинцове. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.